Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем достаточно интересный узор. Он в выполнении очень простой. Чередуется всего лишь 3 петли постоянно по рапорту узора. И высоту это 4 ряда. Получается достаточно плотный, красивый узор. Подойдет он для вязания различных кардиганов, свитеров. Как вы видите, он плотный. Я рекомендую брать на него спицы покрупнее, а пряжу потоньше. И, соответственно, получится интересный результат. С внутренней стороны изнаночная сторона выглядит вот таким вот образом. Внешняя сторона визуализирует вот такие вот ячейки. Узор интересный. И давайте с вами попробуем связать вместе. Для начала наберите число петель кратное 3 плюс 2 кромочные петли. У меня это 21 плюс 2 кромочные. И далее начинаем вязать первый ряд. Первый ряд очень простой. Кромочную петлю я всегда снимаю непровязанной. И далее все последующие петельки вяжем просто лицевые. Кромочную последнюю петлю я буду вязать изнаночной. Кромочная петля изнаночная. И поворачиваем на второй ряд. Второй ряд кромочную первую снимаем. И далее все последующие петли вяжем по рисунку изнаночными петлями. Третий ряд кромочную петлю снимаем. Далее вяжем 1 лицевая петля и вторую снимаем не провязанной за дальнюю стеночку, ниточка рабочая остается вот так вот сзади. Далее повторяем лицевая петлю, снимаем за дальнюю стеночку, просто переснимаем, нить за работой. Снова одна лицевая. Петлю переснимаем за дальнюю стеночку. Нить за работой. Снова лицевая. Нить переснимаем непровязанной. Лицевая. Нить переснимаем петлю непровязанной. Лицевая. Переснимаем. Лицевая. Переснимаем. Вот таким вот образом до конца. Лицевая переснимаем, в конце ряда лицевая и кромочная петля изнаночная. Далее четвертый ряд, кромочную снимаем непровязанной, первую петлю после кромочной вяжем лицевой, а ту петлю, которую мы переснимали непровязанной, так и будем снимать непровязанной, но ниточку отправляем вот так вот перед работой. И затем переснимаем петлю. Снова лицевая, петельку переснимаем, нить перед петлей. Лицевая, петельку переснимаем, нить перед работой. Лицевая, перед работой петельку переснимаем. Лицевая, перед работой петля, переснимаем. Лицевая, переснимаем петля. Лицевая, переснимаем. Вот так чередуем до конца. То есть мы ту же самую петлю, которую переснимали, так и переснимаем нить перед работой. Далее в конце ряда 1 лицевая и кромочная петля, изнаночная. Мы связали 4 ряда и теперь повторяем с самого начала. Кромочную петлю снимаем и все петельки вяжем лицевые. Кромочная петля, последняя петля ряда я вяжу изнаночной. Далее разворачиваем на изнаночную сторону, кромочную снимаем и вяжем все петельки изнаночные. Сейчас по счету это 6 ряд, мы его вяжем как второй. 7 ряд вяжем как третий. Кромочную снимаем, далее вяжем 1 петля лицевая, 2 петля переснимаем не провязанной за дальнюю стеночку. Нить за работой. Снова лицевая, петельку переснимаем не провязанной. Лицевая, петельку снимаем не провязанной. Лицевая, снимаем не провязанной. Лицевая, снимаем не провязанной. В конце ряда 1 петля лицевая и кромочная петля изнаночная. И 8 ряд повторяем как четвертый. Кромочную снимаем, далее вяжем 1 лицевая. Нить отправляем перед работой и петлю переснимаем не провязанной. Снова лицевая, петлю переснимаем, не провязанная, нить перед работой. Лицевая, петлю переснимаем, лицевая, петлю переснимаем, лицевая, петлю переснимаем и так далее. То есть повторяем полностью весь четвертый ряд. Снова лицевая, нить переснимаем. и в конце ряда у нас остается одна петля лицевая и кромочная петля изнаночная мы с вами связали два раппорта узора в высоту и вот такой вот узорчик провязав несколько раппорта в высоту у нас получится я надеюсь что у вас получилось все и вы знаете такой узор очень красиво смотрится из пряжи секционного крошения то есть обычно для вязания красивой меланжевой пряжи и почему-то использую чаще всего лицевую гладь вот такой вот узор тоже очень красиво будет смотреться переходе если вязать тоненькой ниточкой и так кому понравилось конечно же не забудьте лайкнуть вяжите вместе со мной всем хорошего настроения ровных петелек пока пока